Всем привет! Сегодня я побуду вашим экскурсоводом и проведу вас по некоторым страшным музеям. Эти места могут стать причиной ваших ярких ночных кошмаров. Перед тем, как посмотреть это видео, вам лучше подумать о чем-то позитивном и хорошо посмеяться. Что ж, давайте начинать! Начнем с музея смерти в Лос-Анджелесе. В нем находится коллекция самых разных атрибутов похорон. Инструменты для бальзамирования тел, вскрытия трупов. И это далеко не самое жуткое, что можно здесь увидеть. Огромная коллекция фотографий, на которых запечатлены казни, результаты дорожных аварий, ужасы моргов, деятельность серийных убийц, маньяков. Особой гордостью музея является отрубленная на гильотине и заботливо сохраненная голова синей бороды. Убийцы женщины из Франции в начале 20 века. Если вам до сих пор не страшно, можете посмотреть видео, в котором показаны различные смерти абсолютно реальных людей. Крепкий желудок, железные нервы, хладнокровие. Необходимые качества для посетителей данного заведения. Дальше мы посетим музей чревовещателей. Попрошу вас не разбегаться, ибо в этом месте действительно жуткая атмосфера. Казалось бы, что такого обычные куклы, но присмотритесь и испугаетесь. Если одна кукла вас не испугает, то представьте впечатление от 700 таких экспонатов. Все куклы сидят в креслах и смотрят на вас застывшими пустыми глазами. В этом музее вы найдете бесконечные ряды деревянных манекенов, чьи глаза словно будут следить за каждым вашим движением. Советую всем сохранять спокойствие и не кричать, мы уже уходим. Далее у нас музей мумий. Должен предупредить, это место не для слабонервных. В отличие от классических египетских мумий, экспонаты этого музея поражают разнообразием ликов смерти. Искаженные выражения лиц некоторых мумий даже позволяют предположить, что людей захороняли живыми. Никто не бальзамировал эти мумии. Они образовались естественным путем на местном кладбище из-за слишком сухой почвы. Мертвые тела подвергались быстрому и сильному обезвоживанию, что сохранило их от разложения. Образовался этот музей по воле случая. Во второй половине 19 века был принят закон, согласно которому родственники покоящегося на кладбище должны были уплатить налог на вечное захоронение. Если налог не был уплачен, останки умершего извлекались. Все обнаруженные мумифицированные тела кладбищенские работники сохраняли в отдельном здании. Всего в музее собрано более сотни мумий. В основном это мумии женщин. Есть также около двух десятков детских и несколько мужских. Полюбовались мумиями и едем дальше. Узей Дюпи Витрина. Здесь вы сможете увидеть реальные примеры различных отклонений в медицине. Здесь находится коллекция неродившихся младенцев с врожденными болезнями и уродствами. А также скелеты и человеческие органы. Ужасная выставка содержит более 6000 экспонатов. Включая баночки с деформированными частями человеческих тел, сиамскими близнецами и младенцами, родившимися с открытыми внутренними органами. Также в музее выставлены восковые модели человеческих голов с причудливыми наростами, зайчьими губами, рожденными дефектами. Разумеется, есть и множество стеклянных банок, в которых плавают мозги афазических пациентов. Человеческие органы и скелеты не оставят вас равнодушными. Психиатрический музей ГОР, как ни странно, был открыт в психиатрической больнице. В коридорах этого здания раньше жили пациенты, и они подвергались процедурам для лечения своего сумасшествия. О некоторых таких процедурах я расскажу. Пациента заключали в гигантское колесо, где он был вынужден бегать 48 часов подряд. Это нужно было, чтобы утомить его. Другим пациентам был прописан стул-транквилизатор, на котором на их телах делали надрезы для кровопускания. Иногда люди ежедневно подвергались такой процедуре на протяжении 6 месяцев, поскольку врачи верили, что причиной сумасшествия является избыточное поступление крови к мозгу. Третьих же окунали в чаны с ледяной водой, чтобы вызвать шок. В лечебных целях, разумеется. Во время посещения музея можно увидеть всё это и многое другое. Варварские методы, применявшиеся ранее в психиатрии. Инструменты и оборудование для лечения душевнобольных. Помимо этого, в число экспонатов входят страшные образцы искусства, созданные пациентами, и сложная экспозиция предметов, извлечённых из желудка одного сумасшедшего. 453 гвоздя, 105 заколок для волос, 115 булавок и бесчисленное множество разных шурупов, пуговиц, крючков, кнопок и игл. Как бы ни была трудна ваша жизнь, после посещения этого музея начнёт казаться, что у кого-то она была намного хуже. Далее мы с вами посмотрим коллекцию черепов в музее антропологии. В нём выставлено для просмотра более 400 человеческих черепов. У создателя этой коллекции была идея, что криминальные наклонности связаны с формой и размерами черепа. Он собрал и классифицировал черепа солдат, гражданских лиц, преступников и сумасшедших. В этой коллекции содержатся также полноразмерные скелеты, мозги, изображения вскрытий, антикварные инструменты и оружие. Использовавшиеся в реальных преступлениях. Для любителей средневековых пыток я подобрал два музея. В Гааге, Нидерланды и в городе Мдина, Мальта. Первый также известен как Ворота Арестантов. Главным экспонатом в нём является древний каземат 13 века. В нём раньше проходили пытки. Его стены словно пропитаны нестерпимой болью и ужасом. У особо чувствительных людей во время экскурсии нередко случаются обмороки. В музее представлен впечатляющий арсенал самых различных орудий пыток. А рассказ гида переполнен детальными подробностями их применения. Музей пыток в Мдине располагается в подвале, спустившись в который сразу натыкаешься на обезглавленных людей, весельников, дыбу и разнообразные орудия пыток. Среди последних – тиски для сдавливания черепа, щипцы для выдирания ногтей и прочие изобретения экзекуторов, обладавших воистину дьявольской фантазией. Здесь показаны сцены различных пыток, персонажи которых сделаны из воска, выглядят весьма натуралистично. Данные музеи я бы не советовал посещать свободированным людям, беременным женщинам и детям. У страха нет определенного облика. Несомненно, скелеты и орудия пыток пугают большинство людей. Но иногда страшные вещи находятся в непосредственной близости от нас. Аккуратнее. Посещение Японского музея паразитологии может сделать вас параноиком. Паразиты могут быть, казалось бы, в безобидных вещах – пище, воде или даже в воздухе. И нет такого места, где от них можно было бы спрятаться. Это единственный музей в мире, посвященный отвратительным паразитам. Коллекция содержит более 45 тысяч паразитов. В стеклянных банках заспиртованы. Зловещего вида жуки, черви и жуткие гусеницы. Если бы вы оказались не в том месте и не в то время, то они запросто могли бы вторгнуться в ваше тело. Среди экспонатов есть 9-метровый солитер, извлеченный из живого человека, сохранившиеся тела животных, части организмов которых были заменены паразитами. Например, язык черепахи и паразит заменил полностью. Давайте заглянем и посмотрим на единственный музей мира, посвященный чертям. Здесь собрана коллекция примерно из тысячи всевозможных видов чертей. Фигурки выполнены из различных материалов, от керамики до пластмассы. Есть даже экспонаты из кожи. Коллекция музея пополнялась экземплярами из 23 стран. И продолжает пополняться по сей день. Вот и подходит конец нашей экскурсии. Надеюсь, никто не потерялся и не отстал. Ну а я с вами прощаюсь. До следующих видео.